В Кирове 13.05, сегодня вторник, и это значит, что Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Вятич», у нас в гостях. Владимир, добрый день. Да, Ань, приветствую тебя, радиослушатель однозначно тоже. Да, и как всегда, по вторникам мы сегодня будем знакомить слушателя, с одной стороны, с традициями пивоварения, безалкогольного, конечно же. Конечно, конечно. У нас же Владимир Сметанин, с которым мы успели практически подружиться, он же прекрасное наименование для этих вторников придумывал. Это безалкогольные вот такие вторники с маматом. Помнишь, как при Горбачеве была безалкогольная комсомольская свадьба? Вот у нас то же самое. Безалкогольные вторники, отличная история. Да, безалкогольные вторники. Да, но мы и новое тоже рассказываем, у нас такая отчасти немножко научно-познавательная программа получается, потому что очень многое из той информации, которую вы с Владимиром в ваших программах обсуждали, там для меня, например, было открытием. Ну, в частности, вот я здесь недавно задумалась, лето же сейчас, да, вот сезон ягод пошел, и садоводы сейчас просто не успевают собирать, варить, съедать там, да, и какие возникают у всех мысли. То есть варенье уже есть, что можно еще сделать с ягодами? Говорят, можно гнать соки или не соки. Ну, мы не пропагандируем, да? Ну, нет, мы не можем призывать. Это право, в отличие, кстати, от радиослушателей, которые могут там дозвониться. Радиослушатели-то не скованы никакими нормами законов. А мы, как СМИ, то есть как люди, работающие в СМИ, мы обязаны придерживать законодательство Российской Федерации, которое категорически запрещает любые указания об алкогольных напитках. Поэтому... Мы про соки. Ну, в принципе, процесс брожения, на самом деле, это неоднозначно алкоголь. Это первое. То есть он может быть совершенно разным. Есть несколько брожений, в частности, которые спирт не вырабатывают вообще. Но дело в том, что технология производства безалкогольного пива, она абсолютно не отличается от технологии производства алкогольного за одним исключением. То есть там не дображивается, то есть брожение не доводится до момента, когда дрожжи вырабатывают спирт. То есть мы можем говорить о безалкогольном точно так же, как об алкогольном, но просто делая прибавку, что некоторые изменения в технологии. Но технология вообще в общей своей массе как бы западает. Она абсолютно идентична. Идентична, конечно. А про дрожжи, то, что ты спрашиваешь, ну вот вопрос дрожжей на самом деле он достаточно интересный. Почему? То есть для потребителя, то есть вот для меня как для потребителя, то есть если я выхожу из образа пресс-секретаря завода ВЯЧ, оказываюсь на улице, захожу в магазин и превращаюсь в обычного покупателя, совершенно обычного, который не аффилирован с компанией никак, то для меня дрожжи, ну как бы не совсем понятно. Это что-то такое, ну вот там тесто, квас, кстати, вроде бы, да, там пиво безалкогольное, разумеется. А что это, какое это значение имеет? Вот для потребителя это просто непонятно. Это вот почему, кстати говоря, наши передачи превращаются в научно-популярные вещания, да, такое, радио, все о пиво безалкогольном, разумеется, да. То есть по одной простой причине. Мы сталкиваемся, я имею в виду, мы сталкиваемся раз за разом с одной вещью. Люди не понимают, что они потребляют, не понимают, как это делается, не понимают фактически, за что они платят. То есть когда человек думает, что он экономит, к величайшему сожалению, он, так сказать, наоборот, залезает себе в карман, но в будущем. Да, он думает, что экономит на покупке, на самом деле экономит на здоровье. Совершенно правильно, да. И вот с дрожжами, начиная с дрожжей, да, если говорить о них, у нас же очень интересная история какая. То есть на вятиче используются немецкие дрожжи. И это абсолютно не голосовное утверждение, не фейк, это не болтовня, то есть действительно каждый, сейчас я скажу, каждый месяц, примерно, ну пробирка, всего лишь пробирка, привозится самолетиком, привозится из Академии Деменс, это Мюнхен, да. То есть дело в том, что у нас многолетние контакты вячи с немецкими поставщиками, то есть это и хмель, это солод, и в первую очередь это дрожжи, ну как и технология вся, собственно, заимствована сверху до низу. Ну, про технологию мы как-нибудь подробнее еще поговорим, но, возвратившись к дрожжам, то есть это с Академии Деменс прилетает сюда, потом мне рассказывал технолог детально, каким образом появляются дрожжи, собственно, в самом пивоварении, да. Всего одна пробирка прилетает из Академии, удивительная история. Это пробирка разводится, ну, раз в 200, в 300, 400, 500, я не помню сколько, да. То есть мне описывать технологию, как эта генерация создается, то есть это постепенное разведение, то есть дрожжи берется сусла, ну, то есть вот этот солод, который, ну, фактически каша такая зерновая, которая служит для них пищей, берется сусла, эти дрожжи разводятся на этом сусле, они увеличиваются в количестве, и потом их еще раз... То есть они растут там? Да, совершенно правильно, потом их еще раз разводят, еще раз разводят, еще раз разводят, и, наконец, Нет, когда вот этот объем получен, они используются в самом процессе. То есть там масса всяких, ну, очень хитрых деталей. То есть когда у тебя вот начало брожения идет, там нужен доступ кислорода, да? То есть какое-то время, там, по-моему, три дня, если я не ошибаюсь, три дня, когда идет активное размножение дрожжей, то есть их больше и больше становится, они набирают массу, плотно, все-все-все-все, и после этого кислорода у них отключают. То есть потому что если им давать кислород, они будут размножаться и не будут бродить. Неконтролируемо будут размножаться. Да, то есть сахара не будут перерабатываться, да? И вот там эти тонкости и температурный режим, и давление, которое ты должен держать. Почему? Потому что, ну, представься, вот отличная совершенно метафора на тему, ну, это не метафора, это факт, а тема того, что дрожжи – это живой организм. Ну, раз растет, то, конечно. Ну, нет, это живой организм абсолютно, то есть понятно, что, ну, если прибавить давление чуть больше, да, тебя, грубо говоря, приплющено. Понятно, возможно. Ну, да, ну, как и нам, то есть нам лишняя атмосфера, да, и нам будет очень некомфортно. Вот, ну, как летчики, которые испытывают перегрузки, да, там, тяжесть. Ну, не точное сравнение, но смысл понятия. То есть точное давление, которое у тебя есть, раз, потому что брожение идет под давлением. Второе – точная температура. Температура снижается, если я правильно помню, до 4 градусов, то есть варится сначала сусло, варится оно до 92, потом мгновенно, очень быстро эти, по-моему, боюсь ошибиться, но 120 тонн в сумме, а одна варка, если я правильно, по-моему, 16, ну, неважно. Она мгновенно охлаждается до 4, и потом тебе практически месяц температура держится от 4 и ниже, 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 ниже. Там 6-7 градусов, 6 градусов – это температура начального брожения, потом охлаждается. А дображивание 21 день идет практически про нуле. То есть когда ты заходишь в бродильное отделение навязчиво… Надо курточку надевать. Там холодрыга. То есть, ну, она не смертельная, понятное дело, но это емкости огромные. Там, не знаю, в шестиэтаже дома они стоят, эти баки, да, танки. Вот, то есть там охлаждение, охлаждение, охлаждение. То есть можете себе представить, какое количество энергии тратится на то, что при жаркой погоде, да, охлаждает практически до нуля эти дуры. Ну, прости господи. 21 день. Да, да, да. То есть постоянно держишь температуру. Плюс там играет музыка. И пиво безалкогольное созревает. Ну, вот, да. Так, понимаешь, от работы дрожжей, вот, это, да, это трудно донести до потребителя. Почему? Потому что дрожжи, даже вот ты представляешь себе, что пробирочка летит из Мюнхена с самолетом, да, но все равно это чуток абстракт. А она летит в каких-то тоже, небось, особых условиях? Ну, там, нет, там понятно. То есть это пробирка, холодильник какой-то, да, микроклимат свой и все, да? Естественно, там в этом, в кейсе оно, как иначе. Но даже если ты представляешь это, ты, когда ты покупаешь в магазине, наша любимая, там, зеленая 31 безалкогольная, да, в котором, кстати, дрожжи чувствуются, мама не горит, нормально совершенно, там хлебный привкус, все замечательно. То есть букет сохранен очень хорошо. Вот, но оно нефильтрованное, то есть поэтому, в общем, в крайней степени нефильтрационное. То есть ты не понимаешь, ты пробирочку это можешь представить, когда она прилетает из Мюнхена, а вот как она там дальше? А анекдот в том, что от них зависит практически и вкус. И самое главное, у тебя пиво не созреет без дрожжей. Вот что делают транснационалы, они берут и... Ну вот, однако... Они используют дрожжи? Конечно, конечно, конечно. Но дрожжи эти... Но не из Мюнхена, не факт, точнее. Нет, это дело даже не в этом. Они просто относятся к этой рабочей силе, а дрожжи это рабочая сила, да, это такая, труженики, да? Вот, они относятся к ним совершенно варварски. То есть я знаю, что на Эфесе, допустим, они прогоняют с одной генерации дрожжей до 10 варварок, да? То есть 10 раз прокручивают. Ой, я прошу прощения за сравнение, но это как вот картофель фри жарит, наверное, в не самых хороших местах, когда в одном и том же масле постоянно, да? Вот, вот, да, вот совершенно правильно. То есть когда у тебя уже и дожаривают до тех пор, пока можно... Пока оно черное уже не будет. Совершенно правильно. То есть качество дрожжей, оно падает, 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 падает. У нас не больше четырех, после четырех все, следующая пробирка телетит. То есть потому что дрожжи, они при брожении не накапливают генетические мутации. Ого! Да, они портятся, по-русски говоря. То есть вот четыре штуки, они нормально все делают, прекрасно сбраживают. Они убирают то, убирают все. То есть они сами там... То есть работают, как и должны. Да, да, совершенно правильно. Ну, как живой организм, то есть при нормальных, комфортных условиях. Как только у тебя больше четырех, у тебя начинаются нарушения. Трансанционалам на это глубоко пофигу. То есть у них, как бы, есть задача просто сделать бабки. Ну, это, в общем-то, звучит немножко так неправильно по отношению к теоретически конкурентам. Хотя я считаю, что Вятич, он не конкурент трансанционалам. Он не конкурировать с ними не должен. И по нескольким причинам сразу. Но это чистая правда в том плане, что они поступают следующим образом. Они, во-первых, сбраживают то, что вот это сусло. Они сбраживают до состояния сиропа фактически. Ну, очень густое, с очень большим... Ну, если мы говорим, как они делают алкогольное. То есть очень концентрировано. Очень концентрировано, да. Потом этот сироп разводится примерно вдвое обычной водой, которая у тебя обратным осмосом, то есть очищена от всех микроэлементов. Это все, ну, как дистиллят, да, безжизненная такая вода. Она разбавляется, и вот это то, что разливается дальше под видом пивного типа. Да, да, в кавычках. Вот. То есть им все равно на дрожжи. Плюс они активно используют то, что называется фермент и ускоритель. Ну, фермент... Ну, добавки такие, да? Ну, это не совсем добавки. Ну, добавки. Понимаешь, в чем дело? Ну, вот у тебя стоит простая дилемма. Ты делаешь пиво безалкогольное, разумеется, по классической технологии, у тебя уходит месяц. Представь себе, сколько человека часов, сколько энергии ты потратишь на охлаждение этих емкостей. 20 в средний день, да. Нет, 21 недображивание, еще недели... Ну, месяц. Месяц, фактически, у нас займет все это. А ты можешь взять, купить дешево достаточно пару килограмм ферментов, и у тебя все это займет неделю. То есть, ну, как сказать, бедным дрожжам, то есть, грубо говоря, вкачивается анаболик, да? То есть они начинают бегать с бешеной скоростью, там, колбасить эти сахара, выбраживать все, что можно. Представил этот процесс. Да, совершенно правильно. Причем, естественно, наплевать, что там будет с самими дрожжами, наплевать, какое качество продукт. То есть, ну, как бы быстрее, 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 экономия, 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 экономия. Ну, вот это не тот продукт, который делаем мы. Это совершенно две большие разницы, на самом деле. То есть, ну, это касается очень многих сортов, очень много того, что заполнено. И вот сами по себе дрожжи, это вообще субстанция достаточно забавная. Там существует очень много всяких суеверий в самом... В процессе? Конечно, конечно. Нет, мало того, что играет музыка, да? Про санитарию мы еще говорили, по-моему, в прошлый раз. Вот прострогое отношение к этому, да. Нет, тут, понимаешь, вот я тоже, ты как в микробиологии, да, в микробиологической, у тебя картина близкая. Я в них несколько раз был в юности, когда учился. Вот, близкая, то есть ты одеваешь эти... Ну, знаешь, как коронавирус. Я помню, я была на авиатичной экскурсии, выдают халаты, шапочки. Халаты, шапочки, да. И это вызвано по одной простой причине, то есть не приведи, господи, хоть какая-то бактерия залетит в трубопровод. Посторонние. Все. То есть это все ты угробишь к чертой матери, всю эту варку, это такие потери. То есть поэтому там все это вычищается, промывается, там следится неуклонно, не бывает. То есть сейчас случаев я не слышу вообще ни разу, чтобы что-то происходило, да. Мифология вокруг продукта — это отдельная песня, поговорим потом. Но сама псевсанитария — да. И я очень удивился, узнав о том, что в бродильном цехе, вот там, где бродит пиво, там женщин нет. Почему? Вот у меня был такой же вопрос, значит... Нет, я на самом деле в первый раз такое слышу, да? Дрожжи реагируют на женщину. В каком смысле реагируют они? Вот поверье есть о том, что женщины к брожению допускаться не должны. Как интересно. Потому что сама женская физиология, вот эта цикличность, колебания и так далее, да, они на дрожжи якобы влияют. Я не знаю научного подтверждения этому. У меня его нет. Но это поверье, опять же, от тех же немцев вовшебных, да? То есть в Германии тоже женщины в бродильном цехе. Я не знаю, как сейчас у нас же... Удивительная история, на фоне вот этих всех историй, да, про равные возможности и прочее в Европе, конечно. Понимаешь, вот я тоже думаю, что феминизм шагает, конечно, по планете. Мне кажется, там заявление, как так. Но у нас, у нас пока мужской шовинизм, он торжествует полностью на вяча. То есть поэтому в бродильном цехе женщин нет. Вот как старые немцы учили, так и осталось. То есть считается, во-первых, что пиво запоминает алкогольное, разумеется, оно запоминает музыку. То есть как бы в каждом бокале вяча по-прежнему играет Гайден, да? А второй момент, то, что женщины плохо влияют на брожение, на дрожжи в первую очередь, но это на культуру. И анекдот в том, что я вот сегодня с утра вспоминал, анекдот в том, что это суеверие вроде бы, да? То есть я смотрел в интернете, у меня научных подтверждений я пока не нашел. Не знаю, никаких исследований на эту тему не видел. Но я точно совершенно знаю, что тесто, обычное тесто, да, с дрожжами, оно всходит как-то по-разному, если у тебя разное настроение. Вот это миллион раз замечалось, да? Никакого логического объяснения я не знаю. Но я знаю, что это факт, что действительно у людей, у которых перенагружены эмоции, у них что-то с тестом не получается. Или что-то не то получается. Что-то не то, да, понимаешь? И учитывая, что я сам люблю готовить, да? То есть я просто люблю это дело. И как всякое дело, собственно говоря, познакомлю. Вот. И я прекрасно знаю, что кулинария – это всегда настроение. Вот не знаю, почему так, да? Но каким-то образом блюдам что-то передается. Вот. Ну, это поверье. Я вот сейчас начинаю вспоминать и понимаю, что повара, лучшие шеф-повара в европейских ресторанах обычно все-таки мужчины. Почему-то вот все эти истории с тем, что к мясу женщину лучше не допускать, что мясо должен готовить мужчина. То есть это, видимо, не только с безалкогольным пивом связано. Ну, знаешь, мы вторгаемся, конечно, в область догадок, суеверий. Но все равно. То есть вот в бродильном цехе женщин нету. Считается, что они влияют. То есть их вообще туда не допускают, да? Да. В бродильном нету точно совершенно. Вот. И, понимаешь, еще один момент вот отличается, почему, собственно, дрожжевая культура навязчивая от того, что делает ТНК. Это очень просто. Это ГОСТы. Вот не знаю, насколько... Тоже больная тема. Почему? Потому что, вот, допустим, мы заявим о том, что якобы, якобы, да, напитки, которые варят транснационал, они вредны. Опа, скажут нам, как это так. ГОСТы пройдены? Пройдены. Соответствие есть, есть. О чем претензии? С какой стати? И за наездных конкурентов, за клевету, за все-все-все нас привлекут. То есть мы заявлять, что это вредно, мы можем только опираясь на здоровый смысл. А именно... Но можно говорить, что это не полезно. О, тут, понимаешь, как интересно. Ну, я просто уже знаю немножко технологии. Я прекрасно понимаю, что если 10 раз прогонять через варки эти дрожжи, если сбраживать в течение 7 дней, если разобладить осмосный, ну, обратный осмос водой и сироп, который получается, ну, как бы, ребят, вот как ни старайся, как ни выдумывай, это все равно окажет влияние. Ну, проблема с ГОСТами, вот она действительно серьезная, и мы с ней ничего не можем сделать, потому что они приняты как акты, да, законодательные. Но эти акты приняты за те годы, когда Союз Российских Поваров целиком лег как раз под транснациональные компании. То есть там, ну, вот буквально недавно вышли из состава Союза Поваров там Хайникин, Балтика, еще что-то, ну, там три, по-моему, ведущие компании вышли. Вот, ну, неизвестно, что получится дальше, они двигаются в определенном направлении. Сегодня мы присылали, кажется, на электронку там опросные листы и заявления, которые надо будет отправлять от Вячи, но ГОСТы, которые были приняты, грубо говоря, в 2000-х и 2010-х, там еще, да, какой-то высокий... То есть уже после Советского Союза. Да, конечно. Они, не это, в том-то и дело. Они все были заточены под регламент этих компаний. То есть можно вот это, можно вот это, можно вот это и можно вот это. То есть по этим ГОСТы оно проходит. А куча примесей, которые образуются в результате несовременности технологий, не учитывается. Ну, то есть я вообще предполагаю, что, возможно, в свое время, когда их прописывали, может быть, крупным игрокам обращались, там, да, скажите, пожалуйста, вот это, вот это, вот это, вот это, там, да, как вы оцениваете, есть ли у вас это, есть ли у вас это, ну, потому что крупных игроков проще найти, вот и все. Нет, там даже все гораздо проще делать, потому что когда прописывались, это прописывалось с самими крупными игроками. А-а-а. Понимаю. У Анечка, ну все, все гораздо... Да как? Я думала, государство стоит на страже здоровья граждан, нет? Ты мне еще фургала спроси. А-а-а. Спасибо. Хорошо. Не будем больше. Да, все очень просто. Крупные игроки договариваются, крупные игроки определяют правила игры, и все остальные пляшут под эваку, вот и все. То есть, как бы, вот, разница между вятищем и транснациональной, ну, вот на дрожжах это понятно, да, то есть это качественная культура и минимальная, и ее разумное, здравое, щадящее использование, и то, что делают ребята с транснациональной компанией. Но вот отличие, о котором я не перестану говорить, и мне оно больше всего нравится, я считаю, это самое главное, вот, маркетинговое, рекламное, любое продвижение, зерно вятища, оно очень просто. То есть, это локальный завод, находящийся в Кировской области, производящий пиво безалкогольное, разумеется, только для Кировской области, в первую очередь. Для местного рынка. Да, для местного рынка. Автоматически никаких отступлений от классической технологии не будет. То есть, там будут сорта, которые одобрены немецкими товарищами. Все. То есть, никаких удивительных скачков в космос не предвидится. То есть, будет то, что уже проверено столетиями, на самом деле. Раз. Во-вторых, не будет отступления от технологий никаких. То есть, не будет там несложенного сырья, не будет там заменителей и так далее. Вот на прошлой или позапрошлой передаче звонил такой смешной парень по имени Вячеслав. По-моему... На прошлой передаче. Что-то он спрашивал. Нет, он позапрошлой звонил, он спрашивал про то, что на этикетке указаны хмелепродукты. Я очень удивился, но я действительно поинтересовался, во-первых, на каких сортах, пусть бы он точнее, это было раз. Во-вторых, хмелепродукт – это экстракт хмеля, то есть сдавленные шишки хмеля, которые также из Тенанга, из Германии привозятся. Это как сгущенное молоко. Вот такая же разница. Прессованные такие, да, получается? Причем Вячеслав ляпнул, что хмелепродукты ускоряют брожение. Ну, это такая вот чушь на уровне, там, не знаю, третьего класса школы, когда химию еще не учили. Это ерунда. Так вот, хмелепродукты Вяч используются, но это тот же самый хмель. То есть натуральный хмель. Натуральный. Но просто мы обязаны указывать, если мы через таможенную пропустили это как экстракт хмеля, там пишется хмельепродукт. Все, вопрос, то есть закрыт, абсолютно ерунда. Вот так, понимаешь, мы будем использовать natural, раз, то есть мы local brand, да, и будем использовать natural. На русский? Натуральный продукт. Да, натуральный продукт. И локальный бренд, местный производитель. И концепция следующая, даже если мы будем, тьфу-тьфу-тьфу, я думаю, что мы будем строить заводы и расширять бизнес в окрестные регионы, я очень надеюсь на это, я верю, что это произойдет. Мы все равно будем делать следующим образом, то есть мы будем делать пивоварни безалкогольные, разумеется, в соседних регионах, и делать там то пиво безалкогольное, конечно же, которое их пиво, не привозное, а их, собственно, на их воде, их люди, их рецептуры и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы будем делать локальные пивоварни в каждом регионе. И этот путь мне представляется вот стратегически самым правильным, самым ясным. Он копирует фактически немецкий вариант, да? Когда на местном полностью продукты сырье работают. И он является единственным, вот с моей точки зрения, здравым противовесом привозном. Потому что, да, ничего не сделать, вот я не знаю, что сделать с людьми, которые, вот я встречаю, допустим, своих соседей, да, там, по подъезду. Вот они взяли жигулевское, разумеется, безалкогольное, я знаю, кто это производит, как это производит. Оно дешевое, оно просто дешевое. Я говорю, а слушай, ты взял вот это, это же вот эти ребята делают. Да какая разница, кто делает, господи? Вот я говорю, ты этикетка посмотри. Да какая разница, что одно и то же все равно будет. Ни разу не видела, чтобы люди в магазине, выбирая пиво, безалкогольное изучали этикетку. Ну, то есть смотрят вот название, цена и все. Название, цена, да, да, да. Да, и это... Дело в том, что берешь пиво толстяк, безалкогольное, разумеется, ты видишь там рис в составе и экстракт акации. Рис и экстракт акации? Дело в том, что экстракт акации, экстракт акации, он похож по вкусоароматическим свойствам на хмель, но стоит дешевле. Ой, это как пальмовое масло в конфетах. Ну, конечно. Так вот, куча вещей, куча вещей сделано именно так. То есть люди... Так это не пиво безалкогольное, это вообще, ну, как бы пиво безалкогольное, даже хмель. Анечка, ты абсолютно права, то есть это вообще не то, просто не правильно. Аня, это просто не то. То есть это подкрашенная водичка такая с каким-то ароматизаторами? И чехи так это и называют, это подсващенная, подкрашенная водичка, сброженная как-то там чего-то. На мальтозной патоке, на несоваженном сырье, на всем этом. И сделанное за неделю. На нем написано, что да, это вот, понимаешь, пиво. А очень интересно, вот сыровары ведь добились в свое время, что пишут сырные продукты, сыр, да? А, это мы со сметанином обсуждали 500. Производителем, производителем настоящего продукта, конечно, это надо поднимать. Мы 550 раз обсуждали со сметанином, что самый класс был бы маркировка, маркировка, что подходил к полке и видел, здесь несоваженное сырье, здесь на мальтозной патоке, здесь сделали за неделю. Вот просто ясно и доходчиво. И, хлопцы, выбирай, просто выбирайте. Не надо ничего убеждать человека. Он просто видит и знает. Вот и все. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Вятич» у нас в гостях. Мы сделаем перерыв на полтора минуты, после рекламы вернемся. В нашей студии Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Вятич». Мы продолжаем, остановились мы на маркировке продукции, да? Я задала, может быть, такой обывательский Владимиру вопрос. Ну, то есть мне непонятно, если есть натуральный продукт, который сделан на натуральном сырье, и есть продукт, который произведен при помощи химических каких-то добавок, то почему бы не разделить их на полках в магазине и не указать потребителю, что вот здесь безалкогольное пиво, а здесь не пиво? Ань, во-первых, всего, по-моему, пару месяцев, не больше, там, два-три буквально. Обсуждали вы это с Владимиром Сметанином? Да нет. Дело в том, что Союз пивоваров начал какую-то политику более-менее здравую. Вот у них там по минимальной цене на пиво, еще что-то. Но два-три месяца назад, после того, как из состава вышли как раз транснационалы. Крупные вот эти, да. То есть ребята, которые абсолютно застроили весь рынок, про торговые сети можно даже не говорить, это такая болезненная тема, там все абсолютно понятно сверху дониза, там решают деньги, просто деньги. То есть когда транснационалы, они просто в федеральных торговых сетях выкупают полки. Выкупают так, что на них уже не встать. Банально совершенно. Все, то есть они перекрывают кислород местным производителям и гонят, и гонят, и гонят вот этот суррогат, который делают. Все. На самом деле, с точки зрения бизнеса, то есть просто зарабатывание денег такого прямого, это совершенно прекрасная стратегия. У тебя есть рынок папуасов, ну а русские в отношении пива, это папуасы, конечно, абсолютно. Потому что если... То есть они не разбираются еще. Не то слово. Не то слово, потому что если в Германии... Вот, понимаешь, берем меня, человека, который периодически считает себя достаточно умным, да? Но, к сожалению, это ошибка и заблуждение, да? Ну ладно, потому что я начал плотно работать на Вятич где-то полтора года назад. Когда я пришел туда, у меня представления о технологии, о продукте были очень обрывочные, вообще поверхностные до невозможности. Сейчас я начал разбираться, я начал понимать, чем один сорт отличается от другого, почему так, почему это так. И я просто не могу, вот я не понимаю, как я раньше мог вообще в магазине покупать вот это. Ну просто не понимаю, потому что я же знаю, что там. И я же знаю, на самом деле, как это сделано. То есть я думаю, господи, зачем я травился, да? То есть зачем я эту фигню-то использую? Ну это глупость совершенно. То есть экономить 10 рублей, потом ты зарабатываешь себе на тысячи проблем на здоровье на своем. Нет, ну и вкус там совершенно, нет, там все. И вкус у тебя будет совершенно не тот. И ощущения итоговые будут не те. Но мифологию на тему Вятича это как-нибудь разберем, потому что сказок вокруг завода и продукции, конечно, до сих пор очень много. Ну это закономерный результат того, что это местное предприятие. То есть мы с Свободи Сметанином как-то говорили. Если бы Вятич находился где-нибудь, не знаю, там, в Подмосковье, я тебе ручаюсь, никто бы ничего не распространял про него, потому что местное это местное, это в притче во языцах, это слухи, ну вот рядом, да? То есть это всегда интересно поговорить, показать пальцем там, что и как происходит. Это понятно. Так вот, наши папуасы родные, кировские в первую очередь, они не разбираются в пиве, этикетки не читают, да? Но мне кажется, это не только особенность кировчан, это в принципе может быть и в России, и в целом во многих регионах. Мы же работаем в первую, в основную очередь, мы работаем для них здесь, то есть там за всю страну, как Василий Иванович, знаешь, там в мировом масштабе. Ну я заступилась просто за сограждан. Нет, кто-то их обвиняет, это естественный результат. Это естественный результат 70 лет. Разумеется, да. Того, что традиции были утеряны. Правильно, в Советском Союзе существовало всего два вида пива. Пиво есть и пиво нет. А ребята потом воспользовались. То есть на рынок вынуло офигительное количество сортов, марок. Дело в том, что среди этой кучи, вот есть, конечно, среди кучи навоза, есть журчужное зерно. То есть попадаются действительно хорошие вещи, которые привозят. Попадаются вполне адекватные, приличные сорта, да, они есть. Даже у массового производителя. Да, да, да. То есть не крафтовые пивоварни. Нет, но очень редко, понимаешь, они вкраплены, грубо говоря, в породу. Основная масса, это то, что на старых советских заводах, кляну, там, нижнем ноге, по лицензии, там, мы понимаем, что такое лицензия, то есть это как бы разрешение делать все, что хочешь, на самом деле. Главное, под маркой. Вот. Там льется, льется, льется вот этот суррогат. Он разрешен ГОСТами. Вред его не доказан, потому что никто исследований толком не проводил. Это понятно почему. Не заинтересован. Не заинтересован никто. Совершенно правильно. И вот только сейчас союз пивоваров что-то начинает делать. Ну, да, мы находимся, как Савва Ахматова, я была с моим народом там, где мой народ к несчастью был. Вот где-то был. Но немцам-то в этом смысле повезло значительно больше, чем нам. Там есть законы чистотей пивового варенья, да. Ну, ему 500 лет. Точнее, 504 уже. У них не было слома традиций. Нет. Но в Европе вообще психология, ну, вот маленький офф-топик, в Европе психология, в частности, в военных действиях, да, которые столько бед принесли нашей стране, она совершенно другая. Европа сохранить собственность, сохранить имущество в городе, сохранить как-то уклад жизни. То есть, поэтому, собственно говоря, все войны в Европе оканчиваются тем, что все восстанавливается, ну, примерно где-то вот как-то вот так же, как и было. У нас проходит война, выжженное поле, черт что и сбоку бантик, все начинается, ну, за редким исключением, все начинается по-новому. То есть, Россия в этом смысле, конечно, ну, она совершенно отличается от Европы, в первую очередь, по основам своей цивилизации, да. То есть, ну, другая страна, другие нравы, другие основы культуры, вот. Ну, в общем, там сумели сохранить. Там сумели сохранить 504 года этому закону, и... А закон о чистоте поварения, Владимир, он вообще запрещает химию использовать? Конечно, конечно. То есть, любые совершенно химические добавки? Вот ты читай, берешь товарища Кунца этот учебничек, открываешь, там у тебя через каждые, там, несколько страниц надо каять, что в Германии запрещено это делать. Вот так, так и так поступать. Вот для того, чтобы ускорить, можно делать вот это. Для того, чтобы делать вот это, можно применить вот это. Но вот и это, и это запрещено в Германии, все. То есть, там, ну, в Южной Африке делают из сорга, да, пиво, да, то есть, там, из какой-то еще травы, там, из каких-то еще растений. Но это натуральные добавки какие-то, химические. Нет, это еще натуральные. Нет, ферменты вообще исключены, нет, это абсолютно исключено, потому что это, всю философию, грубо говоря, продукта хоронят сразу же. То есть, не может быть пиво... Безалкогольное. Да, конечно, безалкогольное. Не может быть ни с какими ускорителями, ни с какими ферментами, полная ерунда. Это уже не то. Вот, слава богу, начали писать на безалкогольном, которое сделано с помощью несложенного сырья, там, когда доза уже очень велика, да, они скромно, робко пишут пивной напиток. Да. О как. Это на Миллере, это на Короне, еще где-то, еще где-то. Слава богу, пишут. Вот это уже хорошо. Но это там писать надо на 70, минимум 70-80 процентов того, что видишь. То есть, ну, маркировка товара, это волшебство. То есть, на вятичи никаких ферментов не было и не будет. И искусственных добавок нет никаких. Ничего не будет. А, Владимир, я хотела спросить, насколько я помню, просто у вятичи есть же вот сорта, которые с вкусом чего-то, там, вот с вишней, я видела. Ну, экстракт вишни. Это все натуральное? Натуральное, конечно. Конечно, конечно. Там не так многое требуется. Понятно. Конечно. Не вагонами же ты вишню везешь, правильно? Тем более, выпускается все это, ну, достаточно лимитированные партии. То есть, причем, основной сбыт, это все-таки Москва и Питер. То есть, ты имеешь в виду вишневая крик. Да, да, да. Да, конечно, да. Ну, вот. А, понимаешь, вот, ситуация, она такая культурная, цивилизационная. В России. Она еще, вдобавок ко всему, печалит по причине того, что здесь, в России, допустим, ты употребляешь какой-нибудь суррогат, да? Любой. Причем любой, абсолютно. А где, о котором тебя не предупредили. Ну, вот, это прекрасная история в Макдональдсе, прошлого, позапрошлого года, я не помню. Когда бабушка взяла в Макдональдсе пирожок. Это в России? В Америке. В Америке. В Америке. В Америке. Проклятые пиндосы, конечно. Там у них за океаном эти, очень гнусная эта женщина, прекрасная. Она взяла пирожок, на котором, на оберточке, не было написано, что он горячий. Так. Взяла этот пирожок, начала есть, и обожгла себе язычок, понимаешь, вот этим горячим пирожком. И подала в суд на Макдональдс за то, что они ее не предупредили никак. И самое интересное. Она выиграла? Полтора ляма. В долларах? Да, естественно. То есть бабушка, бабушка накидала Мак на полтора ляма долларов за пирожок, который не предупредили. Суд встал на ее сторону, потому что обязаны были заботиться. Если ты в Германичине, прекрасной стране, откуда вся наша традиция и технология. Если ты там поел колбасы, тебе стало плохо. Потом ты рванов к немецкому доктору, который... Немецкая медицина, это немецкая медицина. Он поставил тебя на ноги? Нет. И самое главное, вычислили, что да. Это колбаса. Твое недомогание связано было с этой колбасой. Дальше для производителя этой колбасы у нас станет не просто черные дни. Последние дни для него у нас станут. Но это будет очень печальная картина. Просто очень печальная. Или же ты предупреждаешь, что вот этот суррогат имеет вот эти последствия. И это не то на самом деле. Да, то есть и нормальный, вот в моем понимании нормальный вариант, когда ты пишешь, да, вот это такое, и ставишь, и цену ты ставишь именно за это. А не продаешь это как нормальный продукт. Вот чем отличается вяческая ТНК? Мы будем продавать по нормальной цене нормальный продукт. Вот самая лучшая формулировка. Всегда. Ну, пока в России нет закона о чистоте пивоварения. Мы, конечно, всех кировчан, всех наших слушателей тоже призываем там задумываться о том, что употребляете. Неважно, там пиво это безалкогольное, колбаса там, да, или сыр, или сырные напитки. Читаете этикетки джентльмены, дамы, леди, джентльмены. Это важно. Читаете этикетки. Это важно. Спасибо большое Владимиру Маматову, пресс-секретарю компании «Вятич». Программа «Крупный план» на этом завершается. Крупный план